11.05 в Кирове. Начинается программа «Разворот на бизнес» в студии Олег Прохоренко. И Светлана Занько. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Да, добрый день всем. И партнер программы с нами. Да, мы назвали программу «Не бревном единым». Расшифрую, как Кировская область планирует выполнить нацпроект об удвоении объемов несырьевого экспорта за 6 лет. Но такая программа была поставлена не только для Кировской области, а для всей России. И поэтому сегодня говорить на эту тему мы пригласили министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Наталью Кряжеву. Наталья Михайловна, доброе утро. Сейчас ждем с минуты на минуту генерального директора основателя Кировской компании МИКО Екатерина Матанцева. И во второй части программы к нам присоединится Мария Зеленцова, директор Центра поддержки и экспорта Кировской области. Ну, соответственно, тема понятна. Я, наверное, начну. Есть смысл начать вообще с указа, который вышел 7 мая 2018 года. Указа президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, в котором обозначен ряд нацпроектов до 2024 года. И вот за эти 6 лет, на которые раскачиваться некогда, нужно действовать. Нет времени на раскачку. Нет времени на раскачку. Совершенно верно, Светлана. 14-м пунктом идет, кстати, называется он «О национальных целях, стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Так вот, 14-м пунктом идет поручение правительства Российской Федерации при разработке национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта, который предполагает увеличение достижения объема экспорта несырьевых и неэнергетических. Это важно, да, то есть это не нефть, не газ, не кругляк лес и не энергетические какие-то, то есть не электроэнергия, не энергоносители в размере 250 миллиардов долларов США в год. И, то есть это практически в два раза больше, чем есть на сегодняшний день. Но еще важно, что общая доля экспорта товаров, работ, услуг должна составить не менее 20% волового внутреннего продукта страны. То есть из пяти, условно, рублей, каждый рубль должен, товар, да, исчисляемый там, из пяти товаров, каждая единица, пятая единица товара должна идти на экспорт. Вот такая задача весьма амбициозная. Понятно, что она связана с ростом планируемым нашей экономики в целом и интеграцией в том числе со всем миром. Но вот о том, как это происходит у нас и какие цели ставим мы перед собой, как раз Наталью Михайловну спросим. Наверное, оттолкнемся от того, что есть. Ну да, из тех показателей, которые есть на сегодняшний день, если необходимо, тоже могу обозначить, на 2018 год внешний торговый оборот, это и экспорт, и импорт Кировской области составил около 894 миллионов долларов США. То есть немножко меньше миллиарда долларов США. Это уже экспорт. А, это чистый экспорт, это не оборот. То есть с оборотом будет где-то побольше. Да, конечно, по итогам 2018 года у нас достаточно неплохие цифры мы получили по экспортной деятельности на территории Кировской области. И я хотела бы подчеркнуть, что вот те задачи, которые стоят в национальном проекте, то есть это не сырьевой, да, наверное, нашему субъекту, как одному из немногих, что называется, прям то, что надо. По той простой причине, что буквально в пятницу было большое совещание в Минеке Российской Федерации, и мы в том числе обсуждали вопрос, связанный с реализацией этого национального проекта, и где в субъектах достаточно большая доля именно сырьевой, составляющая в структуре экономики, конечно, вот эти параметры будет выполнять достаточно непросто. Но и нам тоже задачи стоят непростые. Хочу сказать, что, конечно, на сегодняшний момент основной объем экспорта – это химическая промышленность и каучук. Конечно, у нас достаточно большая доля вывоза древесины и целлюлезно-бумажных изделий. Это более 20% всего экспорта. У нас есть металлы и изделия из них. И вот тот прирост экспорта, который мы получили по итогам 2018 года, плюс 10,5%, он был обеспечен продукцией деревообработки, электрическими товарами, оборудованием, черными металлами, неорганической химией, оборудованием и механическими устройствами. То есть это как раз вот та продукция, которая уже более высокого передела, нежели чистое сырье, которое тоже, конечно же, вывозится из Кировской области. Поэтому отталкиваться нам есть от чего. Но действительно, к 2024 году мы эти параметры должны серьезно нарастить, удвоить. Здесь тоже речь в отношении Кировской области идет об удвоении. Поэтому задач много, вопросов много, и работы здесь действительно нужно будет очень много. Еще раз, мы учитываем не оборот в целом, внешнеторговый, мы учитываем только экспорт. По импорту задач не ставится? Нет. Наоборот, наверное, его надо поджимать. Что и происходит, кстати, в Кировской области. Импорт во внешнеторговом обороте сокращается. Так, все-таки в рамках, как-то избавиться от этого слова, потому что эти слова «рамки», они просто везде сейчас, и в нашей речи тоже появилась. Все-таки, исходя из этих задач, о чем мы говорим, когда говорим об увеличениях объемов экспорта? Мы делаем ставку на те предприятия, которые уже себя показали, у которых есть передовые технологии, у которых есть контракты за рубежом, налаженные связи. Вот мы когда готовились к сегодняшней программе, трое из десяти руководителей предприятий, которых мы хотели пригласить в эту студию, они были как раз у своих партнеров за рубежом, прямо там, на том месте. Они, конечно, сказали, мы готовы рассказать, нам есть что сказать, но они были на месте, на рабочем, там. То есть вот прямой такой был отклик. И мы делаем ставку на эти предприятия, которые имеют четкие уже связи и планы, горизонт планирования. Или речь идет об увеличении субъектов, которые вновь вошли на экспортные поставки? Сам по себе проект «Международная кооперация и экспорт» он очень многогранный. Он предполагает, по сути дела, работу с экспортерами на любом этапе его жизненного цикла. Это и те предприятия, которые могут в будущем стать экспортерами. Это и предприятия, которые уже сейчас имеют экспортные контракты. С точки зрения отраслевой привязки, отдельная составляющая или отдельный блок работы в отношении экспорта продукции АПК, агропромышленного комплекса, что для нас тоже является немаловажным. И заделки Роскобластины по пищевой промышленности он есть, безусловно, по экспортным контрактам. Также такое интересное направление, как экспорт услуг. Да, мы тут задумались, что это. Да, это очень серьезное, расширенное направление. Здесь рассматриваются все услуги. И транспортные, и деловые, и услуги связи, информационные технологии. То есть очень-очень большой спектр. Это не только туристические, которые мы привыкли чаще всего подразумевать при экспорте услуг, но и услуги в тех отраслях, которые для нас, например, являются не особо традиционными. Потому что когда первый раз пришли задачи в Кировскую область, и стоял показатель по экспорту транспортных услуг, было достаточно много вопросов. Вроде бы же у нас не международного аэропорта, нет. Но здесь на уровне Российской Федерации принято решение, что будут как раз считаться те услуги, которыми наши компании участвуют в экспортных сделках, в экспортных поставках. То есть если наши транспортные компании участвуют, везет, условно говоря, лес на своем транспорте за рубеж, он уже участвует. И действительно для них тоже нужно для этой категории организации создавать стимулирующие условия по наращиванию, чтобы они, может быть, смелее выходили в другие субъекты для оказания данных услуг, не боялись работать за рубеж, оказывать услуги в том числе там. И строительные услуги в том числе есть. И тут тоже очень много вопросов всегда возникает, а кто это? Это наши строящие там или приехали к нам построенные? На уровне Российской Федерации принято решение посчитать и тех, и тех, потому что это тоже довольно-таки справедливая история, если наши компании выезжают, что-то строят за рубежом. Либо иностранный инвестор, нерезидент фактически вкладывает деньги в развитие субъекта, ему нужны эти строительные услуги. И это тоже для нас будет являться как таковым экспортом. То есть посчитать все взаимодействие с нерезидентами Российской Федерации по большому счету. Ну, на самом деле, по услугам, вот как раз вышел пресс-релиз правительства области, подготовленный вашим министерством 26 марта, это позавчера. И там указывается, что объем экспорта услуг Кировской области планируется увеличить до 6 миллионов долларов. При этом в 2018 году этот показатель составил 4,8 миллиона долларов. То есть фактически тут на четверть нужно увеличить для того, чтобы добиться вот этих показателей в 2024 году. Не такая уж большая, в общем, наверное, задача, если я правильно прочитал пресс-релиз. Посмотреть на историю, потому что, вы понимаете, здесь еще есть сложность, связанная с тем, что сейчас по факту, вот работая над теми конкретно мерами, которые нужно реализовать по экспорту в целом, мы должны в первую очередь найти категорию потенциальных участников бизнеса, которые могут стать экспортерами. То есть новички все-таки. Новички. И я уже говорила о том, что сам проект, он предусматривает работу с различной категорией. И мы свои действия должны по-разному направлять на разных предпринимателей. Вот у нас буквально в понедельник состоялся большой выезд в наш макрорайон в рамках работы над стратегией. И мы разговаривали с предпринимателями по поводу... В Амутнинске. Не бревном единым. Как Кировская область планирует выполнять национальный проект по удвоению объемов несырьевого экспорта за 6 лет? Вот тема сегодняшнего разворота на бизнес. Студия Олег Прохоренко и Светлана Занько. Постоянные ведущие. А в гостях у нас Наталья Кряжева, министр экономического развития и поддержки предпринимательства города Кирова. Кировской области. Кировской области. Я не сепаратист. Так просто ошиблась. Мы же будем говорить об области сейчас. Настанут времена, когда и в Кирове будут министрами, я думаю. Хорошо. Мы с вами до перерыва говорили о том, что в понедельник в Амутнинске состоялась встреча. Мы знаем, что Амутнинский металлургический завод воспрял, поднялся на ноги. Активно сейчас очень работает. И, кстати говоря, сейчас об итогах встречи Наталья Михайловна нам расскажет. Мы как раз хотели пригласить руководителей завода на эфир. И вот прямо в этот момент они как раз находятся, провели с вами совещание и сразу же к своим партнерам за рубеж. Так о чем говорили в Амутнинске? В Амутнинске мы встречались с представителями бизнеса Амутнинского, Верхнекамского и Афанасьевского районов. И основная наша задача была рассказать бизнесу о тех возможностях развития, которые у них существуют. Безусловно, в рамках визита я не могла не посетить Амутнинский металлургический завод. И тоже мы с директором обменялись возможными дальнейшими их перспективами развития экспортной деятельности. Потому что они тоже у нас являются достаточно серьезным и крупным экспортером. Но кроме этого... Давайте напомним, что Амутнинск экспортирует? Черный металл. Прокат, лифтовые направляющие. У них очень широкий спектр. И представители бизнеса задавали очень большое количество вопросов именно по экспорту. То есть именно услышав информацию о том, что кто-то экспортирует и достаточно неплохо экспортирует, и еще при этом возможно получение какого-то содействия, действительно несколько человек сказали, что мы будем точно думать о дальнейшем своем развитии бизнеса и, возможно, выходу на экспортные сделки, на экспортные контракты. И здесь очень важный вопрос. Почему? Что привлекает предприятие к экспортным сделкам? Что-то должно мотивировать. Либо расширение связи, расширение партнеров, которые покупают твой товар, либо то, что валюта, в которой рассчитываются за этот товар, сейчас на высоте рубль, в общем-то, не очень много дает средств, либо то, что сужается рынок внутри страны. Вот какие факторы в приоритете, какие факторы влияют на принятие решений? В первую очередь, мне кажется, это в совокупности все факторы, но в первую очередь это, конечно, повышение доходности своего бизнеса, потому что бизнес, мне кажется, по другим принципам, он просто даже не ведется. И мы понимаем, что любое предприятие, оно не может стоять на месте, оно должно постоянно развиваться. И вот выход на экспортные контракты – это тоже один из способов, один из вариантов своего развития. И самое главное, вот именно те предприятия, которые на сегодняшний момент еще не являются экспортерами, но могли бы ими быть, мы готовы им уже в такой ситуации начать помогать. В данном случае, что в первую очередь интересно этим предприятиям? Это, конечно, изучение тех рынков, с которыми они могли бы начать работать. Поэтому здесь вплоть до переводов каких-то информационных материалов, до исследования рынка, консультирования вообще по тому, как может осуществляться экспортные сделки. Это обучение экспортной деятельности как таковой. То есть это те азы, которые не только предпринимателям помогут убедиться, что да, экспортом можно и нужно заниматься, но и уберегут их от каких-то, возможно, негативных последствий, если бы они совсем не подготовлены, выходили бы на экспортные сделки. Нужно ли платить за переводы, юридическое сопровождение, консультационные услуги по мониторингу рынка зарубежного? Или эти услуги в рамках нацпроекта субъект бизнеса может получить условно-бесплатно? Мы понимаем, что начинающие экспортеры, потенциальные экспортеры, я бы их назвала даже правильнее, это в основном субъекты малого и среднего бизнеса, даже в первую очередь малого. И по линии нашего центра экспорта большинство этих услуг можно получить на бесплатной основе. Давайте сразу обозначим, где центр экспорта находится, территориальная. Территориальный центр экспорта находится в городе Кирове на улице Молодой Гвардии 84. Есть сайт? Есть сайт, пожалуйста, заходите, смотрите. Организация достаточно открыта, и я хочу сказать, что интерес со стороны бизнеса к этой организации, он возрастает просто с каждым днём, с каждой неделей у нас количество организаций, которые обращаются за различные консультации, оно возрастает. Но я думаю, что мы отложим эту тему на вторую половину, когда к нам подойдёт как раз Мария Александровна Зеленцова, директор Центра поддержки экспорта. Хотел бы вернуться в леса, в Верхнекамске, Мутнинске. Вот те предприятия, предприниматели, которые заинтересовались поддержкой и видят своё развитие, в том числе на экспортной рынке, это предприятие, я так понимаю, что лесопереработки в основном. Да, да. Потому что понятно, что у Мутнинского металлургического завода, у завода Кирскабель, у них уже поставки на экспорт отлажены, но они могут там только эксплицировать, увеличивать долю и увеличивать страны, количество стран, куда поставлять продукцию. А это деревопереработка. Это, опять же, не круглый лес, это какие-то пиломатериалы или, может быть, даже более серьёзные переделы. Но пока речь идёт о пиломатериалах, конечно, в первую очередь, но я бы хотела сказать о том, что в любом случае все прекрасно понимают, что надо работать над продукцией более высокого передела. Потому что если ты вывозишь продукцию более высокого передела, то возможность заработать, конечно, она будет больше. Конечно, здесь есть тонкий момент о том, что многие наши страны-партнёры, они ждут от нас сырьё. Им тоже интересно заниматься переработкой. Но вот в этом как раз и состоит задача, что вот когда уже предприятие начинает выходить на рынок, чтобы именно вывозилась продукция более высокого передела, направлено участие в выставках, которые тоже организовываются нашим центром экспорта. Я сегодня ехала утром и слушала... Вчера слушала новости, которые нам рассказывают, что Европа запретила, в конце концов, пластиковую посуду, пластиковые ватные палочки и вообще всё пластиковое. Трубочки, палочки, посуду и прочее. Я, естественно, подумала, интересно, какие же у меня будут в ватные палочки. А они чем это замещают? Ватные палочки. Вот, подожди. Сейчас должны разрабатываться технологии, было сказано. То есть ещё предложения по замещению нет, но будет полностью всё это переведено. И сразу же, какие они должны быть? Деревянные, думаю, в Кире можно производить. Быстро к этому подсоединиться. Деревянные палочки, ватные и в Европу, в Европу их. Потом подумала, что, наверное, из дерева, может быть, скажут нет. Тогда, ну, потому что всё-таки, да, тон глаза, лицо, тонкие места. Хорошо. Тогда эта бумажная трубочка должна быть плотная, с ватной палочкой. Это тоже мы можем делать, подумала я в этот момент. Такая бизнес-идея сразу возникла, потому что целая отрасль сразу... А ты это не нашла? Пока что я ехала в машине. Нет, нет. А сейчас, пока мы разговаривали, я просто понимаю, что дерево и продукты из древесины, в том числе бумага, картон и так далее, вот что заменить и пластиковые посуды, и пластиковые изделия, конечно. И здесь наши предприятия вполне могли бы в этот момент эту историю подхватить и массово поставлять в ту же Европу, которая всё запретила. Да и сами уже. Ну, плохо бы и сами этим занялись. Ну, это, конечно, да, и мы очень рады, если, Светлана, вашу идею подхватит наше предприятие. А вы им предложите. А я думаю, они нас уже слышат. Да, вы им предложите. Безусловно. После вот этого макро-региона, как мы называем, да, Матнинск, Кирс, Фанасьево, какие районы вы ещё планируете в ближайшее время с этой же целью, с этой же бизнес-миссией, ну, миссией, да, по пропаганде экспорта нагрянуть? Как система это выстраивается? Хорошо, я сейчас расскажу. Вот я сразу, когда говорила об этом, я обозначила, что мы это не только с точки зрения экспорта делаем, мы это делаем с точки зрения обсуждения уже, возможно, поиска точек роста, о которых Александр Анатольевич очень много уже говорил. Чурин. Чурин, да. В рамках работы над стратегией. Поэтому мы не только про экспорты мы рассказываем, мы рассказываем вообще про очень много направлений работы. И самое главное для нас задача получить обратную реакцию, насколько мы действительно понимаем, действительно, о чём думает бизнес в этих муниципалитетах. Значит, на сегодняшний момент мы прорабатываем, буквально сегодня приедут ко мне главы поездку уже в следующий макрорайон. Это город Вятские поляны, Вятскополянский район, Малмышский, Кельмейский район. Тут же мы хотим посетить ещё один макрорайон, буквально с разницей небольшой. Это самое большое количество на Линску, Ржун, Кустасуна, вот эта вот часть, вот этот макрорайон. Поэтому все планы по своим поездкам мы, безусловно, анонсируем. Но сразу хочу сказать, мы хотим достаточно быстро всю эту работу завершить, потому что и депутаты просят завершения уже работы над стратегией и хотят видеть конкретные точки роста, конкретные планы действий, конкретное направление работы. И, безусловно, вот разговор с экспортом, с экспортными предприятиями, экспортно-ориентированными предприятиями, они очень важны. Кстати, хочу напомнить, мы про стратегию-то говорили не так давно, что она тоже до 2024 года. То есть на эти же 6, ну, сейчас уже 5 лет, и они, видимо, завязаны как раз над проектами, теми, которые были в указе майском президента. Да, мы специально разделили проект стратегии на два этапа. И первый этап – это, конечно, увязка полная с майским указом, потому что в любом случае задачи стоят амбициозные. И мы понимаем, что по итогам 2024 года мы должны будем провести какой-то промежуточный, не какой-то, вполне понятный, промежуточный результат и понять, что мы делаем дальше, правильно ли сейчас то, что сформировано в 2019 году, будет соответствовать, что называется, времени и направлению, и задачи. Поэтому полная увязка, безусловно, с майскими указами. Мы сейчас… Хотелось бы, чтобы вернулись все-таки немножечко к услугам. Меня интересуют, в частности, услуги, которые могут оказывать наши ВУЗы. И прежде всего опорный ВУЗ. Потому что, конечно, сейчас задача в прошлом году, парадигма развития опорных ВУЗов изменилась. И если раньше им предлагалось развивать регионы на уровне сообществ, на уровне благоустройства и каких-то таких вот вещей, то сейчас очень важная задача поставлена – зарабатывать деньги. Я бы не только опорный ВУЗ. Дело в том, что медицинские, как правило, наши компетенции, они востребованы странами ближнего и не только за рубежи. И есть наработки уникальные в УСельхозакадемии, я уверен, которые тоже могут быть потенциально интересны именно с образовательной точки зрения. Да, я просто почему заговорила об опорном ВУЗе? Потому что именно сведения о том, какие задачи перед опорными ВУЗами ставились, мне известно. Как они организовывались, с какими целями, какая парадигма была последние три года. Вдруг она резко изменилась, ну, вот резко изменилась. На экономику всё направлено. И вот здесь ВУЗы, конечно, сталкиваются с тем, что у них разные совершенно позиции и веса. Какие-то всю жизнь зарабатывали деньги и получали заказы на разработку, много чего. И, в общем, им не страшно, они всегда будут при этом. А наши ВУЗы, региональные ВУЗы, которые, в общем, не занимались активно такими вещами в больших объёмах, сейчас перед ними такая задача поставлена. Вот услуги, которые связаны с наукой, это есть что-то в нашей стратегии? С наукой или с образованием, ты имеешь в виду? Нет, я имею в виду, я понимаю, то, что разрабатывают и продают. Коллеги, и то, и то имеет место быть. Оно в стратегию заложено, развитие Кировской области? Вот интересно мне что. Безусловно. Потому что это очень важно. Безусловно, через как раз вот национальные проекты, которые невозможны большей частью без науки, это, безусловно, всё стоит. И мы с ВУЗом в данном случае стараемся сверять постоянные часы, где они могут принять участие с точки зрения стратегии. Да и надо сказать, я бы хотела это особенно подчеркнуть, ВУЗ принимал участие в разработке стратегии. Он проводил именно свод-анализ вообще всей Кировской области, возможности, угрозы. И эта работа очень серьёзно была проделана опорным университетом, и это всё направлено на дальнейшее его развитие. Прервёмся на полторы минуты и продолжим наш разговор. Партнёр программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Продолжаем разговор. Это «Разворот на бизнес» не бревном единым. Как Кировская область планирует выполнить нацпроект по удвоению объёмов несырьевого экспорта за 6 лет? Вот тема сегодняшнего нашего разговора. Мы можем представить нового гостя. Да, у нас подошла Екатерина Маттонцева, генеральный директор, основатель Кировской компании «Мекода». Здравствуйте. Очень приятно, тем более, что мы действительно хотим оттолкнуться от каких-то сырьевых вещей, от того, где уже накатанная колея, удобрения, химия, металлургия, лесопереработка. Говорим больше сейчас о тех сферах и отраслях, которые не рассматривались изначально как экспортные. В Кирове, в Кировской области закончили как раз до перерыва на образовании и на тех услугах научных, которые может предоставлять опорный ВОЗ. Да, но кроме научных услуг, мы так понимаем, все-таки и образовательные услуги, о которых Олег говорил, это тоже услуги, она так сейчас называется. Обучение нерезидентов в нашем опорном университете, вообще любым нашим институтом, высшим учебным заведением на территории Кировской области, оно тоже будет считаться в объемах экспорта услуг. У меня как раз был вопрос, экспорт – это когда ты открываешь филиал в другой стране или когда ты привлекаешь нерезидентов учиться у тебя наукам? Все взаимодействие с нерезидентами. Это как с транспортом, получается. Так же, как с транспортом. Заговорили с Натальей Михайловной Кряжевой, еще раз представлю, министром экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области. Вопрос был такой, Екатерина, немножко введу в курс дела. Мы спрашивали незадолго до вашего прихода, Наталью Михайловну, все-таки на какие предприятия делается акцент? На стабильно работающих монстров, в которых собственные связи? И просто увеличением их объемов поставок закрывается, выполняется эта задача. Новые мощности и еще что-то. И здесь нам Наталья Михайловна сказала, что нет, что ставка на малый и средний бизнес тоже делается. И вас как представителя, я уж теперь не знаю, к кому вас отнести, к малому, к среднему бизнесу? Или к крупному? Наверное, к среднему. К среднему бизнесу. Было бы очень интересно спросить. На самом деле, если говорить про наш опыт работы с экспортом, у нас действительно объем экспорта каждый год удваивается. У нас удваиваются объемы бизнеса, и, соответственно, партнеры, которые работают у нас в Беларуси, в Казахстане, это тоже считается экспорт, они удваивают свои объемы продаж. И в этом году, когда мы ездили на выставку в Германию, в Иванес, на самом деле у нас есть как региональная поддержка экспорта, так и федеральная поддержка. И вот все, что касается работы с Кировским центром поддержки экспорта в Кировской области, то, конечно же, такая надежная рука, такое плечо, когда мы обсуждаем, можно ли компенсировать затраты на сертификацию, участие в выставке. И если нам говорят, да, то работаем. И вот как у нас получилось с немецкой выставкой, что мы вышли на федеральный уровень, нам говорили, да-да-да, а перед самым началом выставки оказалось, что у нас даже стенд не зарезервированный. И у нас был вообще под вопросом выход на рынок Европы. И у нас производство считается химическим производством, да, хоть мы производим натуральную косметику, да. Но на самом деле было интересно, когда там уже ходила российская делегация, они подошли, например, к стенду «Натура Сибирики» и сказали, какие у вас объемы экспорта? Они говорят, ну вот столько-то, да, там миллионов, миллиардов. Вот они говорят, ой, нам так интересно, вы нам очень подходите для выполнения планов. Вот, и здесь очень хорошо видно, да, тот, кто работает просто для выполнения планов, да, и подключает уже действующие предприятия, да, к поддержке, потому что у них объемы очень хорошо выполняют их планы. Вот, то в Кирове, я бы сказала, действительно есть заинтересованность, как в крупных, так и в небольших предприятиях, для того, чтобы они реально увеличивали свои объемы продаж, в том числе за рубежом. Потому что это, конечно, всегда интересно государству, когда есть дополнительный денежный поток в страну. Екатерина, а раскройте карты, если это возможно, понятно, что не в абсолютных величинах, хотя бы в долях, а какова доля вашего производства, которое идет на экспорт, и страны, куда поставили, ну, Беларусь, Казахстан уже назвали, Германия как потенциальный рынок или уже действующий? У нас, на самом деле, 20% объема продаж идет на экспорт. Ну, это вот то, что в указе записано как раз 20%. Указ президента, Виктор, выполняет. 20% объема продажа должна идти на экспорт. А на самом деле у нас спрос на нашу продукцию из Европы идет давно. Мы хотели еще в 2014 году выходить на Европу, но тогда начался кризис, и у нас были очень большие сложности вообще с тем, чтобы выжить, поскольку у нас закупка идет в евро, да, в долларах, а продаем мы в рублях. Сырье импортное. Да, и у нас получилось, что всю ту прибыль, которая по концу года у нас образовалась, нам пришлось просто потратить на закупку сырья по увеличенным ценам. Кошмарить клиентов мы не стали увеличивать цены, вот, и часть клиентов с европейских марок перешли на нас. То есть мы еще тут являемся импортозамещающим производством. Это тоже классно, поскольку вместо того, чтобы отдавать деньги за рубеж, да, деньги остаются все-таки в стране, вот. Вот, и тогда очень многие клиенты перешли с европейских марок, которые повысили цены, да, потому что в курсах напрямую идет закупка продукции, вот, перешли на нашу продукцию, вот, и тогда у нас, ну, производство существенно выросло, несмотря на то, что были сложности с финансами, вот. И вот спустя 4 года мы все-таки окрепли и решили, что мы получили космос органик, это органическая сертификация, вот, затраты, на которые нам тоже помогал компенсировать Кировский экспортный центр. А что за вид сертификации? Ну, знаете, сейчас, в принципе, если вы зайдете в магазин, очень много где написано натуральное, экологичное, вот, вот, и, в принципе, на самом деле 80% продукции не соответствует натуральности или экологичности. И только международная сертификация позволяет подтвердить, оно действительно у тебя натуральное, оно действительно у тебя экологичное, вот. Потому что, на самом деле, наши законы никак не защищают потребителя. То есть там может быть написано 10 логотипов, что это натуральное, экологичное и, там, органическое, но это таковым не будет, это просто обман потребителя. А вот когда мы сертифицировались в прошлом году, у нас приезжала компания Кассерт, проводила сертификацию по стандартам Космос Органик, это такая международная сертификация, объединяющая несколько органических сертификатов, которые раньше существовали на рынке, вот. Ну, то, получается, вот специалист из Франции приезжал, он, конечно, восхищался нашим производством, много где был, во многих городах Каспании. Особенно окружающей средой, наверное. Он в Киров любился, потому что у меня такая есть программа, показать Киров с худшей стороны. Он такой, какие у вас рестораны, какие у вас музеи. С худшей или с лучшей? С лучшей. А, с лучшей. Он только не знает, что я знаю только там 5 лучших ресторанов, и только по ним и вожу. Моя программа рассчитана на 3 дня. Если оставаться здесь на неделю, может быть, уже будет однообразно. Но с этой точки зрения получается, что нам помогают вот эти международные сертификаты выходить на зарубежный рынок. Потому что если ты просто продаёшь сырьё, да, то, конечно, чем дешевле цена, тем лучше. Ну, качество там, соответственно. А когда ты выходишь с брендом, например, особенно косметики, даже в России мы считаем, что косметика должна быть из Франции, из Англии, да, из Далии. Ну, традиционно так. А когда ты приходишь из России, в Германию, и говоришь немецким женщинам, всё, теперь мы отодвигаем немецкую косметику и покупаем российскую. Они такие, с чего? А очень многие ещё ассоциируют нас с натурой сибирькой, да, с такой упаковкой пластиковой, да, какие-то там медведи, да, ну, у них очень часто на выставке такая подача из Сибири. Вот, то у нас совершенно другой продукт. У нас продукт, он в стекле, у нас работают ароматы. Мы показывали на выставке просто там людям вау-эффект. Хотите посмотреть Russian Magic Effect? Они такие, давайте. Такая, наносишь маску, да, она такая белая, видите белая, белая. Размажешь, чёрная стала, вау, да. Вот, потом там наносишь маску, это маска, потрогайте, это маска. Капаешь воду, оно стало кремом, потрогайте. Потом работа с текстурами, а теперь понюхайте, да. Там запахи, вау, это вот всё влияет на человека. Так надо остановить. Нет, а я проявляю, да. А то, что у нас есть реальное преимущество. Мы не просто едем на выставку, да, и мы говорим, давайте компенсируйте нам затраты, а уж как-нибудь мы найдём партнёра. Я чётко знаю, что такой немецкой косметики нет. И что когда женщина пробует наш продукт, она действительно понимает, зачем мне покупать немецкую органическую марку, где всего 5 компонентов, они и в шампуне, и в креме будут одинаковые. Когда можно купить реально дешевле, а у меня продукция будет дешевле, да, поскольку российское производство, всё-таки затраты на зарплату, на аренду не такие, как в Германии. И ты видишь сразу по упаковке, да, ты видишь по упаковке, за что ты платишь, да. И на самом деле вот здесь нам очень помогает и сама даже сертификация космосорганика выходить на эти рынки. Вот, как раз я хотела об этом поговорить. Здесь такая история, у нас остаётся 3 минуты до перерыва, что, слушая Катю, что я для себя какой сделала вывод, конечно, международная сертификация и здесь в помощь, пожалуйста, наши центры, иначе нет никакого смысла, ты не попадёшь на рынки зарубежные, ты обязательно должен международным стандартам соответствовать. Это первое. Второе. Нельзя просто так собрать котомку и приехать. И там, значит, зазывать, заходи, дорогой друг, я тебе покажу что-то. Предварительно ты изучаешь рынок, вот как Катя сейчас подробно рассказала, в этой же Германии исследовала рынок. Да, создавала его объект. Да, что там продаётся местного, что там продаётся привозного, где наши конкурентные возможности, и как мы эти возможности сейчас на выставке прямо направляясь, а потому что косметика направлена конкретно на человека, прямо сейчас, на твою кожу, на твои волосы, и ты можешь это презентовать прямо здесь, что я буду делать? То есть нельзя относиться к таким поездкам, мы сейчас про выставки и вот про такое общение бизнесовое поговорим, нельзя просто собраться за компанию и поехать, давай посмотрим что-то на выставке. Я понимаю, что мне сейчас многие бизнесмены, кто этим профессионально занимаются, скажут, ну что ты такое, Светлана, говоришь? Ну кто же этим занимается? Но ведь это есть, есть, вот Наталья Михайловна подтверждает, и это совершенно бесполезная трата времени и денег. Ну, поехать посмотреть, конечно, тоже, наверное, есть какой-то резон. Но профессиональная работа такая, как Катя рассказала. Исследовали рынок, поняли, надо ли нам туда, надо вообще ресурсы эти, в том числе и временные, тратить, чтобы ехать. Вычислили свои преимущества с помощью, без помощи центра. Сертифицировались и поехали. Ну, я даже могу рассказать, что после самой выставки очень много есть возможностей, например, отправить рассылку. Потому что, когда ты приезжаешь, ты там холодный бренд. Если ты до этого не продвигался в интернете в Германии, во Франции, тебя там никто не ждет. И на самом деле, Наталья Симберико сама говорила, мы сюда приезжаем пятый год, шестой, и только на пятый год на нас стали обращать внимание. Другой белорусский бренд тоже говорит, мы уже второй год приезжаем. Ну, другой белорусский бренд. Ну, другой, в смысле, тоже типа российский. Ну, в смысле, белорусский уже бренд. Да, да. Ну, тоже как из темы натурального. Он говорит, а мы второй год приезжаем. Ну, как бы не особо нас и ждут. А я приехала, и я сразу. А меня здесь ждут, и меня здесь знают, и я знаю, как еще отработать полную базу тех, кто посетил выставку, но меня не видел. И мы сейчас это отрабатываем. Только тогда твоя выставка действительно тебя окупит. И я считаю, нет смысла ехать пять лет, как натура Сибирика говорит. Есть смысл использовать максимально все ресурсы, использовать свой мозг, да, для того, чтобы это действительно у тебя окупило и стало в пять раз. Это вот разница между малым бизнесом и крупным бизнесом. К крупному бизнесу можно вкладывать такие деньги, и пять лет подряд пытаться их, ну, хоть как-то начать отбивать. Малый бизнес не может выстрелить в холостую. То есть здесь нужно сразу знать, что ты там, найти хотя бы какие-то подвязки клиентов. У нас полминутки. Вопрос, Наталья. Успешный пример вот сейчас перед нами, да, компании МИКО. Вы его используете в своих семинарах, встречах и так далее? Вот реальных бизнесменов тоже показываете, когда они встречаются, делятся опытом? Я думаю, что, безусловно, мы сейчас как раз вот в рамках нашего нового всплеска по работе. И действительно, это работает с бизнесом везде. И у нас, и за рубежом показать реальные примеры выхода на экспорт. И вот о чем говорила Екатерина, это поддержка уже экспорта на втором этапе, тогда, когда они заходят на рынок. Потому что без сертификации на половине рынков делать просто нечего. Особенно Европы. Точку поставим в первом части нашего разворота на бизнес. Прервемся на новости, тематические программы и рекламу. И вернемся в начале следующего часа.